Здесь всегда накормят и окажут медицинскую помощь. Лишних вопросов не зададут. Алексей Щедров лучше других понимает, каково это оказаться без поддержки близких. Детство провел в интернате, мать лишили родительских прав за пьянство. После школы пошел в медучилище. Когда на скорую помощь работал наркотики, продавал, и мне дали три года тюрьмы. И когда в тюрьме там вот сидел, там ксенц приходил. Алексей пошел к священнику скорее из любопытства, но потом крестился в католической церкви. От тюремного ксенца он много слышал о матери Терезе. Однажды он принес нам в тюрьму кассету про мать Терезу. И я когда посмотрел, и я говорю, ой, Господи, быть бы мне таким человеком, мать Тереза, дай мне такое сердце, как у тебя. С тех пор известная монахиня стала для Алексея примером. Так же, как мать Тереза, он придумал себе другое имя. Теперь он брат Луиджи. Я понимаю, что я сейчас уйду с этого служения, все ставлю, я просто потеряю этот мир, эту радость, эту любовь. С помещением для приюта помогли верующие. Сейчас здесь живут пять человек. Первым брат Луиджи подобрал Ивана. Рассказывает, жил с семьей в Гродно, но жизнь пошла под откос. Теперь, признается, никому не нужен. Никто не хочет никуда брать. Никто никуда. А тем более, когда дети есть, даже разварусь не хотят. Пусть тебе дети и смотришь. В приюте есть правило. Ходить на молитву и соблюдать сухой закон. Выдерживают не все. Взяли человека, и он, ну, мы пошли на молитву, он пошел там бабку с дедом, ну, заложники взял, он пил. После этого случая брат Луиджи хотел бросить все, но, говорит, вспомнил о матери Терезе и остался. Взгляды миссионера соседи по деревне разделяют далеко не всегда. Понапеваются и ходят пьяные. Мы их только боимся. Какой тут приют? Взяли пару человек для виду, а сами ходят по деревням. Неофициальный приют сразу привлек внимание и местных властей. Тут был такой шимон, и молитвенники забрали, и все позабирали. Это дело будет, что это нерегистрированная организация, что тут они молятся. Уголовное дело закрыли, но проверки продолжились. Оформить частное социально-профилактическое учреждение брату Луиджи помог местный житель Андрей. Он также проникся идеей помощи обездоленным. Все есть, все документы. И как бы сейчас и проблем меньше стало, когда регистрация появилась. А вот финансовые проблемы у приюта остались. Существует исключительно на пожертвования. Когда становится совсем туго, брат Луиджи просит друзей разместить объявления в соцсетях. Сам он интернетом не пользуется, да и телевизор смотрит редко. А три месяца назад произнес монашеские обеты. Теперь, говорит, назад и дороги нет. Анна Мазенко, Павел Подобед для программы «Настоящее время» из Гродненской области.